здравствуйте ребята я так доволен ребят знаете почему потому что последнее время меня посещала следующая мысль мне казалось что вот мы снимем с андрюхой вот у предыдущую тренировку груди о которой я так много говорил и которая такая кинематографичная все красиво прикольно снят и потом я просто не смогу снимать вот так как мы с вами снимаем в обычном формате когда я с вами общаюсь потом какие-то на заднем фоне видео о тренировках вот вот в таком формате который мы впервые прошли на тренировке ног и что по итогу получилось ребята пишут что лучше то было в тренировке ног когда я сам все делал информативней полезней и как-то более душевно а тренировка груди хоть и кинематографичная красивая прикольно она больше подходит для таких что ли рекламных целей ну в общем я рад что я могу продолжать делать контент который я делаю сам без оператора без никого то есть когда мы с вами общаемся мы с вами вместе все снимаем но все делается моими руками это меня очень-очень радует потому что это круто блин ребят я могу делать самый мне никто не нужен чтобы вам нравилось это для меня самое важное быть полезным и чтобы было качественно а сейчас ребят мы с вами будем рассматривать и проговаривать тренировку спины и так наша тренировка спины будет складываться из следующих упражнений ребят первое это классическая становая тяга с широкой постановкой ног второе упражнение это статическое удержание большого веса третье упражнение это становая тяга с большой глубокой амплитудой с подставки затем мы работаем с подсобными упражнениями это скручивание ног на заднюю поверхность бедра в тренажере гиперэкстензии с весом и статические удержания в козле на 45 опять же на ягодицы заднюю поверхность бедра и подтягивание подтягивание у нас широким хватом подтягивана с обратным хватом и в конце бицепс ребята все эти упражнения сейчас мы с вами разберем более детально первое становая тяга я ее делаю с широкой постановкой ног стараемся всегда ребята самое важное условие в любой становой тяги так же как и в любом приседе это вы стараетесь держать спину ровно главное это профилактика травм предотвращение травм а вот такая тренировка тяжелая тренировка спины она в первую очередь может быть травмоопасной для тех ребят у которых есть вопросы со спиной поэтому если у вас есть какие-то неприятные болевые ощущения вы либо облегчаете себе эту тренировку либо ее вообще вы в принципе не делаете но если сделать хорошую разминку то есть начало гиперэкстензии всегда мы делаем пустой без отягощения многоповторная разминка то есть 20-40 повторений гиперэкстензии подтягивания без дополнительного веса а может быть и даже с противовесом то есть чтобы вам было легче подтягиваться мы закрепляем с вами мышцы спины мы обязательно растягиваем разогреваем ноги стараемся делать какое-то количество повторений вообще без отягощений и потом начинаем делать становую тягу уже с пустым грифом затем мы добавляем ребят добавляем я буду делать по 20 килограмм блины с каждой стороны я не люблю вот этих кроссфит блины которые вот такой огромный блин а он на самом деле весит 5 килограмм обычные стальные блины которые выглядят ничем не примечательно и так мы начинаем работать с остановой тягой в классических моих повторениях это 5 на 5 рабочих 5 подходов на 5 повторений в каждом и может быть пиковых весах я не буду делать 5 повторений и так ребят мои рабочие повторения начинаются с веса 140 килограмм 140 я делаю на 5 затем я поднимаюсь на 150 на 5 затем смотрим как идет 160 стараемся сделать 160 тоже на 5 и пиковый выстрел на данном этапе периодизации нагрузок ребят пиковый выстрел стараемся сделать 170 на 1 2 раза опять же это мои веса вы под себя делаете тот вес который для вас будет более адекватным тот вес который для вас будет соответствовать вашей методики вашей периодизации для того чтобы прогрессировать я стараюсь каждую тренировку спины добавить хотя бы два два с половиной три килограмма если не получается то хотя бы удержать тот вес который был в прошлый раз но опять же это не всегда получается все зависит от настроения как ты кушал насколько голодный какое количество гликогена масса переменных но это сегодня была тренировка спины которая можно сказать прошла на более таком восстановленном варианте то есть я не чувствую себя прям очень уставшим поэтому пробовал делать 170 и обратно мы скатываемся на 140 и делаем 5 повторений то есть вот такая пирамида да точно так же вы для себя выстраиваете это может быть 50 60 70 потом 80 80 и обратно на 70 вы обратно соскакиваете вниз ой а следующее упражнение ребят у нас это тяжелое статическое удержание веса я опять же для меня большого веса может быть для кого-то это будет просто рабочим весом в становой тяге а может для кого-то это вообще покажется фигней но я в этой ситуации держу 205 килограмм и стараюсь держать эту статику 30 секунд ребят у нас 33 подхода по 30 секунд мы естественно приматываем запястье чтобы не концентрироваться на хвате ребята очень важно вы ни в коем случае не снимаете этот вес спиной то есть вы не стараетесь поднять тот вес который вы бы не смогли сделать в становой тяге спиной вы подтягиваете его ногами технически очень важно делать это упражнение правильно вы снимаете ногами и держите ребята держим эту статику держим очень 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 тяжелый вес это делается для того чтобы вызвать большую тотальную нагрузку на весь организм что приведет к выработке даннаболических гормонов тестостерон выделяется просто фантастические а то таких упражнений которые всецело тотально нагружает ваше тело и самое 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 важное ребята внимательно вы ни в коем случае не отклоняетесь назад когда вы держите вес вы стараетесь держать корпус ровно либо немножечко вперед это опять же для того чтобы вы при отклонении назад не расслабили мышцы спины и не перенесли весь вес этой огромной штанги опять же для меня огромной для кого-то может быть небольшая в суставы а в данном случае в позвонки в хрящами с позвоночной грыжи все это ужасно травматично если делать неправильно знаете как говорится можно сдуру и кое-что сломать поэтому травматичные вот такие упражнения опасные но при этом очень полезны важно делать с идеальной правильной техникой и так поддержали три раза по 30 секунд и переходим на следующее упражнение следующим упражнением ребят у нас идет глубокая становая тяга с платформы здесь стараемся делать вес поменьше я беру 100 килограмм и делаю не меньше 8-5 повторений то есть вот такой большой амплитудный перепад где мы прям самый 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 низ и полностью наверх красиво стараемся выполнять это упражнение будет организм потреблять огромное количество кислорода будет хотеться сдохнуть в этот момент но делаем 5 или 8 раз насколько хватит 5 это база если можете вытягиваете 8 но делаем примерно где-то процентов не меньше 50 от вашей пиковой рабочей становой тяги мы заканчиваем с нашими тяжелыми подходами в трех разных видов становой тяги ребят я надеюсь к этому моменту все еще живые все доползли так сказать до более изолированных и подводочных упражнений то есть мы остальную часть тренировки делаем в отказ то есть если на становой тяги мы делаем силовые повторения и вы не делаете так чтобы прям просто все ты умер отпал от этой становой тяги все ты держишь это силовой тренинг а сейчас у нас начинается тренинг отказной первое упражнение это подсобное так называемое упражнение которое задействует одну из главных мышц при срыве штанги с пола это задняя поверхность бедра бицепс бедра мы делаем скручивание в этой тренировке я стараюсь где-то сделать два подхода 20-25 повторений большое количество запампливаем стараемся уничтожить ее хлам затем следующим упражнением у нас идет гиперэкстензия гиперэкстензия по некоторым заключениям считается базовым я его считаю таким средней значимости упражнением который является супер помощником при профилактиках трахм спины и естественно это одно из основных упражнений которые стоит делать при разминке а когда мы говорим о вот таких вот конечных упражнениях которые должны задействовать мышцы которые работают в тоновой тяге ему равных тоже нет но оно не должно являться базовым и так ребят что вы делаете вы берете блин ну кто-то может брать блин кто-то не берет блин смысл в том заключается что я беру в этой ситуации блин 20 килограмм делаю 20 повторений потом я выбрасываю блин на 20 килограмм и делаю еще 10 пустой затем статика держим держим просто дожжение нужно уничтожить все что поясница и ниже поясница ягодичные большие малые и задняя поверхность бедра будут гореть просто будет хотеться плакать ребят очень важно для развития и прогресса вашего в становой тяге обязательно нужно работать с вот такими более изолированными упражнениями на мышцы которые отвечают за срыв становой тяги за выполнение за дотяг все это очень важно ребят итак поехали дальше теперь у нас на очереди подтягивание в этой тренировке не будет тяг блока это одна из моих классических тренировок спины для развития всецело ее со всех сторон но обратите внимание что здесь нет шрак здесь нет тяг блока не вертикального не горизонтального в других тренировках которыми я буду с вами обязательно делиться там это все будет сегодня речь не об этом и так нужно постараться и уместить где-то в 60 минут при хорошем темпе подтягивание нас как супер базовое упражнение тоже идут если есть возможность работать с противовесом или подвесом старайтесь всегда делать супер тяжелые подтягивания ребят если уже сил нет руки не держат или спина в говно делаем большое количество с помощью то есть в гравитроне вы работаете и делаете хотя бы 10-15 подтягиваний где кровь будет приливать к широчайшие мышцы спины опять же из-за притягивающих движений в подтягиваниях и принцип ее действия крови обогащенной тестостероном и вообще принципы тренировок для натуральных атлетов об этом я говорил более детально в предыдущем видео которое было лайвом вот если у вас будет время ребята обязательно посмотрите минут 15-20 кажется в начале я рассказывал о том как кровь обогащенная тестостероном путешествует по кровотоку при соединяется к разным мышцам более мелким вот как этот весь процесс работает обогащение и гормонотворная функция и функции мышечного роста для натуральных атлетов было в предыдущем видео обязательно посмотрите и так мы сделали подтягивание широким хватом ребят все отработали затем мы начинаем работать с подтягивания обратным хватом обратным хват ребят здесь будет работать опять же как один из катализаторов роста мышц спины если широкая постановка больше задействует крайние части широчайший то узкая обратным хватом задействует больше внутреннюю часть спины внутреннюю часть лопатки прекрасно прекрасно работает спина но нас здесь волнует спина мне кажется во вторую очередь первую очередь это конечно бицепс ребят в бицепс это ну а как блин без бицепс это мы работаем в двух подходах по 10 12 повторений в подтягиваниях ребят это уничтожает остатки спины это уничтожает или можно сказать практически уничтожает бицепс и в конце вы делаете жесткое убийство ребята убийство бицепса я в зависимости от настроения делаю его штанга гантели поочередно и потом короткая амплитуда в поднятиях на бицепс и потом на турнике просто подпрыгиваю подвешиваюсь и держать 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 стараемся держать ребят просто выжигаем все что остается в бицепсе все что остается в хвате охват ребят это у нас отвечает за его силу и выносливость предплечье тоже очень полезно знать как работает сила вашего хвата но в конце тренировки мышц спины его никогда не хватает поэтому приходится использовать лямку это была наша тренировка спины ребят не жалея сил но всегда с поправкой на безопасность и с поправкой на здоровье идите в зал делайте старайтесь выложиться на 120 процентов и ваш организм ответить ростом ребята ответит увеличением силы выносливости и конечно мышечной массой всем вам огромное спасибо ребят обязательно обязательно напишите как вышла эта тренировка у вас в комментариях внизу или в контакте фейсбуке как всегда ребят здесь предыдущее видео здесь кнопка подписаться на канал всем вам огромной удачи крепчайшего здоровья и до следующего выпуска пока